ПЕСНЯ А Савв более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить Его. Но Савв узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить Его. Ученики же ночью, взяв Его, спустили по стене в корзине. Савв прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись Его, не веря, что Он ученик. Варнава же, взяв Его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как Он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал Он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить Его. Братья, узнав о всем, отправили Его в Кесарию и препроводили в Тарс. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». В сегодняшнем апостольском отрывке мы слышали о том, как будущий просветитель язычников, святой первоверховный апостол Павел, начинал свое служение Евангелию Христову. Когда апостол Павел, тогда еще Савв, вышел на проповедь, многие иудеи удивлялись, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя Сие. Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам. Иудеи никогда не смогли бы поверить, что с человеком могла произойти такая разительная перемена, что человек из самых ярых гонителей Христа станет самым верным его последователем. Проповедь Савла была настолько сильной и успешной, что спустя некоторое время иудеи даже задумали убить его. Впрочем, всесильный промысл Божий охранял своего избранника. Коварный замысел иудейских старейшин стал известен Савлу, и в его окружении нашлись такие христиане, которые помогли ему бежать из Дамаска. Вынужденно покинув Дамаск, Савл пришел в Иерусалим. Но в Иерусалиме многие христиане помнили его как ревностного гонителя, а не как непочитателя Христа. И потому вполне понятно, что христиане относились весьма настороженно к Савлу. В книге Деяний так и сказано, что все боялись его, не веря, что он ученик Христов. Прибыв в святой город, Савл не пытается спрятаться от своих бывших соратников на ниве борьбы с христианством. Он смело выходит и говорит своим землякам о том, что Иисус из Назарета, которого он раньше считал христицом и обманщиком, как и многие иудеи, на самом деле истинный Мессия, пришедший спасти все человечество от греха, проклятия и смерти. Читая сегодняшний апостольский отрывок, мы видим на примере святого апостола Павла, какие серьезные перемены испытали на себе многие люди, ставшие истинными христианами. Те, кто раньше жил в мире и покое, стали подвергаться непрестанным опасностям. Те, кто раньше был уважаемым членом общества, стали гонимыми этим же обществом. Мог ли обычный человек перенести такие перемены, если его не поддерживала благодать Божья? Конечно же нет. Несколько позже в одном из своих посланий святой апостол Павел укажет главную причину такой невероятной устремленности христиан. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Святитель Феофан Затворник как бы от лица апостола поясняет эти слова следующим образом. «Благодать Божья делала то, что я и не евши не голодал, и ничего не имея был как богач. Где сила Божья, там исчезают немощи». Да, многие могут сказать на это, что Павел был непростым человеком, но, как говорит Писание, избранным сосудом Божьим. Однако, что мешает каждому из нас стать таким же, как и Павел, избранным сосудом в руках Божьих? «Ничто, кроме нашего личного нежелания и закоснения в грехе». Господь Евангелие говорит, что Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его. А преподобный Ефрем Сирин замечает, «Если хочешь стать избранным сосудом, преуспевай в покорности о Господе и смирномудрии. Послушание, смирномудрие, покорность воли Божьей – вот путь истинного духовного совершенствования. И если мы хотим достигнуть Царства Божьего, мы должны стараться прилагать максимальные усилия для усовершенствования себя добродетелей. Ведь только таким образом мы докажем Богу свою преданность и желание разделить вместе с Ним Его блаженную и божественную вечность. Субтитры создавал DimaTorzok